Полевой командир Руслан Лобазанов навсегда вошел в историю Чечни как один из наиболее противоречивых персонажей республики. Его деятельность до сих пор распаривается и вызывает дискуссии в обществе. Руслан являлся ключевой фигурой во время начала Первой Чеченской войны. Этот человек умудрился быть и начальником личной охраны мятежного генерала Дудаева, а позже и его ярым противником. Поговаривают, что Джохар Дудаев при упоминании о Лобазанове всегда приходил в ярость. Лобазанов запомнился тем, что принимал личное участие в боевых действиях против радикальных исламистов и был одним из немногих, кто не поддерживал при Дудаеве преследование русского населения. В отличие от других чеченских военных формирований, в отряд Лобазанова входили еще и русские и дагестанцы, так как Лобазанов был чужд ультра-националистических идей. Во время бунта против власти Джохара Дудаева поддерживался российскими федеральными властями. Справка. Руслан Хамидович Лобазанов. Прозвище Лобзик. Также его называли чеченским Рэмбо. Родился в 1967 году в Казахстане, куда его семья была выслана, как и другие чеченские семьи в 1944 году. Принадлежал к авторитетному роду Нохчкилой. Был очень спортивным подростком. Обладал высоким ростом и огромными кулаками. По словам людей, знающих его лично, духу этому парню было не занимать. Легко выходил с кем угодно один на один. Усиленно занимался боксом. Получил кандидата в мастера спорта по этому виду единоборств. В армии служил в Белорусском военном округе в спортроте. После демобилизации поступил в Краснодарский институт физической культуры. Закончив институт, Лобазанов стал тренером на занятиях по самообороне без оружия. В начале 90-х сколотил собственную бригаду, которая занималась рэкетом, правда, недолго. Был арестован в Ростове-на-Дону. По одной из версий – за подозрение в убийстве, по другой – за вооруженный разбой. Во время следствия его перевезли в СИЗО города Грозный. В это время в Чечне начинаются беспорядки. Националисты и исламисты захватывают власть в регионе. Воспользовавшись ситуацией, в октябре 91-го Лобазанов Руслан поднимает в СИЗО бунт, в результате которого заключенные безоговорочно подчинились его руководству. Генерал Куликов, который отправился в следственный изолятор с переговорной группой, так описал Лобазанова. Перед входом в СИЗО мне охарактеризовали Лобазанова кратко. Убийца. Внутри изолятора пользуются непререкаемым авторитетом. При личном знакомстве я увидел спортивного парня, говорящего по-русски без акцента. Его авторитет среди заключенных был и вправду огромным. Помню моменты, когда Лобазанов в одиночку удерживал зэков от расправы над парламентерами. Главным аргументом бунтарей было то, что арестовали их по законам СССР, которого де-факто уже не существует. Под давлением заставили комиссию подписать необходимые документы и всех арестантов выпустить. На свободу Лобазанов уже вышел предводителем большой и безоговорочно подчиненной ему банды, состоящей из бывших заключенных, благодарных Руслану по гроб жизни. И не мудрено, под его личным руководством была полностью освобождена от заключенных целая тюрьма Грозного, где содержались сотни подследственных. Чуть позже на вооружении у лобазановцев помимо стрелкового оружия имелись даже несколько танков Т-72, купленных на российской военной базе. По словам знающих его людей, лобазанов – это, так сказать, тип романтического, но в то же время и предельно практичного криминального авторитета. Дело в том, что обычный криминальный лидер в условиях войны и кровной мести не продержался бы в Чечне и неделе. А лобазанов охранял свою территорию так, что в те села, которые он контролировал, боевики не совались. Лобазанов был известен тем, что у него был отряд из матерых преступников, которые ничего не боялись. Если лобазанов говорил, что он завалит кого-то, то он заваливал не щадя, лично ставя точку выстрелом в затылок. Дудаев высоко оценил решительного и харизматичного авторитета и уже через месяц после громкого освобождения из тюрьмы сделал его отряд своей личной охраной. Кроме этого, лобазанов стал советником президента Чеченской республики Ичкерия по этническим вопросам и получил звание капитана гвардии. В то время отряд чеченского Рэмбо уже имел численность около 500 человек. Подчиненные Лобазанова уважали его, он был жестким, но справедливым командиром. Например, за пьянство боец отряда карался смертью. Поговаривают, что Руслан Лобазанов был чуть ли не единственным из окружения генерала, который заходил в кабинет Дудаева как в свой дом. Через какое-то время их дорожки стали расходиться. Руслан был недоволен тем, что Дудаев не подпускал его к нефтяному бизнесу, в котором крутились самые большие деньги. В 1994 году конфликт дошел до вооруженного столкновения. В марте люди Лобазанова были окружены дудаевским спецназом. Лобазановцы с боем вышли из окружения. Сам Руслан получил огнестрельные ранения. Отлежавшись на больничной койке, молодой авторитет решает перейти на сторону оппозиции, которая считала Чечню частью Российской Федерации и стремилась свергнуть Дудаева. Лобазанов присоединяется к стану антидудаевской оппозиции Умару Автурханову и Беслану Гантамирову. Вместе эта группировка назвалась Временным советом Чечни. Здесь стоит упомянуть о характеристике Лобазанова, которую ему дал один из ключевых руководителей антидудаевской оппозиции Руслан Хасбулатов. За этим парнем тянется длинный хвост самых тяжелых преступлений. Убийство людей, рэкет, изъятие домов и автомобилей у частных лиц, особенно иномарок. Известно, что Лобазанов умудрился вломиться даже в кабинет Усмана Имаева, занимавшего посты генерального прокурора Чечни и председателя Национального банка. Зверски избил его и потребовал немедленно выдать ему миллион долларов. Другой случай, когда два известных чеченских спортсмена-борца, чемпионы Европы, позволили себе, так сказать, слишком пристально разглядывать его кортеж. Лобазанов избил и их. Однажды Лобазанов остановил автобус, где вместе с мирными жителями ехали наемники из Дагестана. Предложил наемникам выйти из автобуса, те отказались. Тогда вышли мирные люди, женщины, старики, дети. Автобус с оставшимися в нем наемниками был расстрелян людьми Лобазанова из всего имеющегося у них оружия. В общем, газеты того времени полны описаний подобных художеств Лобазанова. В мае 1994 Лобазанов организовал собственную политическую партию НИИСО «Справедливость», целью которой назвал спасение Чечни и сохранение ее в составе России. Лобазанов захватил в четвертом микрорайоне Грозного многоэтажку, в которой обосновал свой штаб, предварительно защитив подступы к нему бетонными сооружениями и оборудовав огневые точки, превратив дом в неприступную крепость. 2 июня этого же года Лобазанов со своими сторонниками совершили вооруженный налет на дом-радио. 12 июня сторонники оппозиции устроили митинг на площади имени шейха Мансура в центре Грозного, требуя немедленной отставки президента Дудаева. Во время митинга несколько человек из отряда Лобазанова завязали перестрелку с представителями местной полиции у здания МВД. Это переполнило чашу терпения Дудаева, и на следующий день, 13 июня, он направил войска на взятие штаб-квартиры Лобазанова. Бой с Лобазановской крепостью выдался сложным и продлился 12 часов. В штурме участвовали мелхистинцы, тейп-мелхи, которые сразу расправились с кровниками, кого расстреляв принародно, а кому оторвали головы, зацепив за тросы к автомобилям. Отдельно нужно отметить, что тейп-мелхи – один из самых многочисленных, влиятельных, но самое главное – воинственных и мстительных родов в Чечне. Именно у них принято убивать не одного кровника, как в общем-то принято во всей Чечне, а двух. В этом бою к ним попали в плен два самых близких для Лобазанова человека – двоюродный брат и лучший друг чеченского Рэмбо. Их казнили путем обезглавливания, а головы чеченцев были выставлены на всеобщее обозрение на площади Минутка. После этой бойни Лобазанов объявил Дудаева своим кровником и примкнул к российским войскам. Его отряд взял под контроль город Аргун и установил там свою штаб-квартиру. Закрепившись, Лобазанов начал придавать огласке информацию о том, как правительство Дудаева, не без участия самого президента, торговало нефтью в 1992-1993 годах. По его информации, после перевода денег за нефтепродукты, последние бесследно исчезали. Дудаеву это сильно не понравилось, и он вновь отправил войска на уничтожение своего бывшего охранника. В сентябре 1994-го отряду Лобазанова в Аргуне нанесли поражение войска под командованием Руслана Гелаева. Утверждается, что костяк ударных сил, разгромивших отряды Лобазанова в Аргуне, составил абхазский батальон, которым командовал Шамиль Басаев. Лобазанов со своими бойцами был вынужден уйти в Дагестан. А еще чуть позже чеченский Рэмбо вернулся в Чечню и поселился на территории Руслана Хасбулатова в селе Толстой-Юрт. В ноябре 1994-го оппозиция решила штурмовать дворец Дудаева в Грозном. А накануне стало известно, что Лобазанов получил очередное звание полковника. В прессе муссировали слухи, что звание полковника ФСБ ему присвоил директор Федеральной службы контрразведки Сергей Степашин. Оппозиционеры предварительно заручились поддержкой со стороны российских силовиков. Те пообещали поддержать с воздуха. Кроме этого прислали оппозиционерам несколько десятков контрактников танкистов для участия в штурме на бронетехнике. В Грозный вошли тремя колоннами. Лобазанов при поддержке танков пошел на сам дворец, другие колонны пошли на телецентр. К удивлению наступающих никакого сопротивления, по дороге на дворец Дудаева они не встретили. И только уже у самого дворца по ним нанесли сильнейшие удары. Танковая колонна без поддержки пехоты не может исправно действовать в условиях городской агломерации, поэтому множество машин было подбито. Но отряд Лобазанова все-таки смог захватить дворец. В это время часть российских военнослужащих подверглась нападению боевиков Шамиля Басаева возле телецентра, в результате чего танкисты оказались в плену. В общем, штурм Грозного оказался неудачным, и к вечеру отряд Лобазанова покинул столицу Чечни. Постепенно Лобазанов стал отходить от политики. Жил по-прежнему в селе Толстой Юрт, где построил железобетонную крепость, на крышу которой регулярно садились российские военные вертолеты, на которых к Руслану прилетали в гости таинственные генералы в сопровождении многочисленной охраны. В мае 1996 года чеченский Рэмбо был убит. Подробности покушения до сих пор неизвестны. По одной из версий Лобазанова застрелил в собственном доме один из его телохранителей. По другой версии, в дом Лобазанова смогли ворваться люди Басаева под руководством Арби Бараева, который его и уничтожил. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова